Друзья, здравствуйте! Сейчас вы находитесь на шаге 3 технологии самотрансформации личности. На этом шаге вам предлагается поработать с вашими целями. У каждого из нас есть какие-то цели. У людей без целей не бывает. Даже если человек занимается духовными практиками, у него есть цель достигнуть каких-то таких состояний, в которых он стремится. Просветление или просто неких сверхсостояний. А большинство людей живет обычными целями. Заработать денег, купить квартиру, машину, поехать куда-то отдохнуть, устроить личную жизнь, найти себе очередного мужа или жену, давать отношения с детьми, исправить свое здоровье и так далее. Это нормально. И теоретически этого шага не должно было бы быть. Потому что если вы посмотрите на заявленные идеи разумного пути, они говорят о том, что каждый из нас обладает неограниченным потенциалом по сотворению своей реальности. То есть у нас божественная искра. А если у нас искра, то зачем нам напрягаться, чтобы что-то делать? Просто захотели, раз, как бы изъявили желание радостно, смотришь, что-то сложилось в окружающем мире, и так получилось. И так бывает. Действительно, я знаю некоторое количество людей, которые рассказывают, как они хотели машину, им кто-то подарил, как они хотели поехать за границу, их пригласили, как они хотели зарплату, и вдруг руководство стукнуло голову и получили. Они не прилагали особых усилий. Но если посмотреть, что за люди были, это обычные люди были очень легкие, позитивные, доброжелательные, с романтическим складом ума, обычные, верящие в то, что чудо может быть в их жизни. Оно происходит. Таких людей мало, их единицы, может, один человек на тысячу. Все остальные люди, они нормальные люди. Они могут читать книжки про всякие романтические бредни, а там как по мечтам, про визуализирующих, что-то получится. Но на самом деле есть же личный опыт, есть некое воспитание, есть среда, в которой живете. И все это нам объясняет, что нет, жизнь тяжела, на самом деле просто так ничего не происходит, нужно приложить много усилий, нужно бороться, нужно добиваться, нужно преодолевать кучу препятствий. И тогда ты что-то получишь. И это глубинное убеждение, которое в сид каждом из нас, и поэтому приходится делать целую технологию самотрансформации, чтобы для большинства людей, очень критично, скептически настроенных по отношению к своим личным возможностям, возможностям реализовать свои цели, то для них приходится разрабатывать целую технологию. И на первом шаге нам нужно убрать наш негативный опыт, эмоциональные блоки, которые выработали в результате борьбы, негодования или переживаний. На втором шаге нужно изменить свою систему мышления, то есть поверить, что это цель, которую ты ставишь, я хочу выйти замуж, я хочу заработать денег, что это действительно для тебя доступно. Я открываюсь большим деньгами, я вижу возможность получить большие деньги, я реализую эту возможность и так далее. Мы закладываем в себя установочки. Это все подготовительная работа, эта почва подготавливается. И только на третьем шаге мы сажаем семечко, семечко достижения нашей цели. Если деньги, то сколько? Если карьера, то какую именно должность? Если личная жизнь, то что именно вы хотите получить? И так далее. И здесь опять же нужно работать по определенным правилам. Нужно убедить самого себя, то есть свое подсознание, свою внутреннюю критика в том, что эта цель нам нужна. Потому что подсознание, собственно, главная цель его, это обеспечить наше максимально длительное проживание. Ну, там по Библии говорят, человек должен плюс 160 жить, а живем мы 60, ну, 80. Чуть дальше идем. Почему мы живем так мало? Потому что мы все время пребываем в стрессе, переживаниях, недовольствиях, тем самым сжигаем наши жизненные силы. И так вот, подсознание, задача главная, это обеспечить нам спокойную, комфортную жизнь. И когда наше подсознание видит, что хозяин уперся, хочу выйти замуж в любой ценой, хочу родить ребенка, хочу больше денег, еще что-то хочу, и мы начинаем нервничать по этому поводу, то оно понимает, что свою функцию поддержания максимально комфортной жизни у нас не выполняет, и поэтому нужно избавить нас от этого очередного стресса. Стресс и недостижение цели, оно приходит к нам на помощь. Но оно приходит на помощь только тогда, когда мы объясняем, что вот это то, что я действительно хочу, и то, что мне очень нужно. Поэтому приходится формулировать правильно цель, чтобы подсознание каким-то таким легким образом не отмахнулось от нас, ну, вот, поучи, деточку, успокойся. Нужно прикладывать усилия для того, чтобы двигаться по шагам к этой цели, прикладывать усилия для того, чтобы преодолеть внутренний скептицизм и не веря в то, что это очередная блажь. То есть мы должны убедить самих себя, что наша цель нам нужна. И тогда оно включается, говорит, так, все, хозяин, там, хозяйка уперлась, вот, и долдонит, хочу выйти замуж, и уже, смотри, ходит туда и ходит сюда, не просто бормочет, как бы это было аж, а начинает совершать действия, что-то читает в интернете, ищет формулирует и так далее, но вложу кучу энергии в это, и видно, что она действительно хочет результат. Ну что ж, давай тогда придем ей на помощь. Она уже достаточно оплатила своими усилиями, своей энергией этот результат, и я готова организовать ей режим достижения этой цели. И тогда подсознание включает свои возможности, я не знаю, какие возможности, но вот как многие авторы пишут, что подсознание людей на тонкоматериальном плане объединены между собой, они не могут договариваться, они могут организовывать события, ну, я думаю, что так и есть, со временем это выяснится. В общем, оно, во-первых, переводит человека в состояние азарта, такое легкое возбуждение, вы все время будете думать о цели, искать способы реализации, оно будет подбрасывать вам возможности, вы будете использовать эти возможности, смотришь, все будет получаться на волне удачи, как бы вы будете двигаться в вашей цели значительно быстрее, чем другие люди, то есть для них это будет чудо, как у вас все легко получается. На самом деле нелегко, вы приложили усилия, вы доказали самому себе, что именно так нужно. То есть эта технология не для людей легких, верящих в чудо, а для людей, которые, вот да, они могут книжки читать, но при этом как бы между собой переглядываться, да, мы-то знаем, что все это ерунда, это так вот съешь бабки срубает, а на самом деле очень много усилий, труда, ничего не получится, от нас это не зависит, там что-то еще. Таких людей большинство, особенно в нашей стране, поэтому приходится прикладывать достаточно много усилий, чтобы убедить самого себя, что на самом деле все получится, нужно просто идти к этому позитивно, и, конечно, даже двигаясь к цели на этом шаге, внутри себя не должно быть вот этого скептицизма, все фигня, ничего не получится, ну, так сейчас я поделываю эти, значит, ваши упражнения, что у меня что-то получится, что ли? Да ничего не получится. То есть глубинное убеждение ничего не получится, И тогда, конечно, реализуется глубинное убеждение. Особенность работы на этом шаге в том, что вы должны контролировать, что же там внутри у вас, где-то там на уровне копчика сидит. О чем вы думаете, в чем вы уверены, нужна ли вам эта цель и получится ли она. То есть, произошло ли программирование на втором шаге для того, чтобы уже в уровне копчика сидело, что цель меня давно ждет, я к ней иду, и мне нужно всего лишь приложить некоторые усилия. В таком состоянии вы должны находиться на шаге три и двигаться к вашим целям. Вы, конечно, можете начать двигаться к целям сразу, минуя шаг один и шаг два, но шансов, что вы хоть что-то получите, очень мало, во-первых. Во-вторых, вы, может быть, и получите результат. Но я уже много раз рассказывал, еще раз скажу, что удовольствие от результата зависит от того, в каком состоянии вы начинаете к нему двигаться. Если вы начинаете, скажем, вы ходили недовольное, с кривым лицом, взячно обиженное, раздраженное, мир гнусное, мир помойка, люди сволочи. Я хочу другую должность, например, где больше денег. И вы накладываете на деньги, которые хотите получить, некую дополнительную функцию, что она перейдет в состояние счастья. Да не перейдет ни ребенок, ни квартира, ни муж, ни деньги, ни диплом. Ничего не может изменить ваше состояние. Если вы начали идти к этой цели в состоянии с кривым лицом, и вы пришли, получили больше денег, но тут же выясняется, поскольку внутри вас сядут эмоциональные блоки, которые заряжены на борьбу, они говорят, смотри, деньги есть, но начальник дерьмо, коллектив сволочи, денег тебе не доплачивает, на самом деле больше работаешь. И все, вы будете в этом состоянии пребывать, опять же, с кривым лицом. Именно поэтому нужен первый шаг, чтобы вы сначала перешли в состояние такого легкого позитива. Да, ничего нет, денег нет, мужа нет, работы не здоровья нет, а все хорошо. Вот из этого состояния вы дальше меняете свои убеждения, что цель деньги хотя бы, я открыта деньгам. Раньше вы даже об этом не думали, может быть, или были уверены, что это не для вас, что для кого-то другого. А теперь вы меняете установочки, еще денег нет, но вы уже уверены, что они вас ждут. И дальше вы заявляете, сколько вы денег конкретно, сколько вы хотите иметь, какое время. Это правило работы с целями. И начинаете прилагать усилия, менять работу, либо какую-то приработку. Но приработка здесь опасна, потому что многие примитивно решают, что сейчас я получаю на основной работе 15 тысяч рублей, сейчас я еще три подработки такие же найду и буду получать 45 тысяч рублей. Но при этом вы будете работать 24 часа в сутки и будете совершенно ходить недовольны и проклинать все методики и все остальное. Потому что зачем методика, если все так тяжело? На самом деле это вы неправильно сформулировали вашу цель. Приработок должен быть, но это не должно ухудшать ваше нынешнее положение. Не по затратам времени, не по затратам труда вы занимаетесь приработком в то время, которое у вас остается от основной работы. Как минимум затраты труда у вас не должны увеличиваться. Вот примерно так. Для чего нужен шаг 3? Для того, чтобы вы сами себе рассказали, чего же вы хотите достичь и в какие сроки. Все подробности об этом шаге вы найдете в последующих видео. А работать нужно будет на этой странице и на страницах дополнительных планов. План достижения вашей цели. План нужно оставлять обязательно, вести обязательно. Знаете, все это сведется к неким опять очередным чудотворным тритатушкам. Провизуализировали, посмотрели и жду результат хожу. Резутата не будет. Будет результат, когда вы будете вкладываться и совершать реальные шаги. Успехов вам на этом легком, позитивном пути, если вы именно так будете настроены.